Диснейленда Диснейленда К слову, первых посетителей кинотеатра «Коммунар» здесь же неподалеку Атаковали целый полчища гнусов Благо, к 66-му, когда наш герой перебрался в Новокузнецк Кровососущих значительно поубавилось Новокузнецк, это, понимаете, для людей моего и старшего возраста Это целая книга раскрытая Почему? А потому что начался 20-й век Произошла революция Началось новое общество Какое оно, никто не знает Какая архитектура должна быть, тоже никто не знает И Новокузнецк явился как раз той средой В которой вырос и советская власть, и архитектура Она вместе росла ИНТРИГУЮЩАЯ СИГНАЛИЯ 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 Архитекторы, которые приезжали в 50-х, 60-х годах Это удивительные люди, конечно, были, которые рвались творчество и все остальное У них была такая песенка Мы приехали со всей страны, чтобы город строить здесь Протираем за доской штаны, чтобы к саду свесть Работа наша лучшая, ты застройка и научная Нету мочи растуды ее в панель Ой, замучила совсем Ну и такая вот песенка, шутилея, она существовала в течение многих лет Штаны зодчих страдали не зря Вот, пожалуй, одно из самых примечательных творений того времени Кирова, новый центр, широчайшая магистраль Улица шириной аж 80 метров Это очень вольготно А свет, какой здесь свет Теплый, уютный, в отличие от распространенного в больших городах холодного и неживого Мы к нему, конечно, давно привыкли Ведь здесь нам хорошо, как дома у любимого абажура Улицу официально сдавали в 81-м Принимал сам городоначальник, тогда Николай Ермаков И он подъехал на Черной Волге А мне до этого позвонили, чтобы я тоже был Вот, а я собирался на дачу И на Запорожье приехал В районе дома быта Вот, ну и поперся тоже за ним Мне гаишники остановили Вот, но Николай Спиридонович остановил машину Вышел, махнул, это, говорит, наш человек Все Вот таким образом У меня посчастливилось первым из рядовых граждан Проехать по этой улице Есть у Кирова еще один секрет Его видно летом Здесь растут липы Не хотел Юрий Михайлович осадить привычные тополя или березы И что удивительно, с легкой задумки архитектора Все до единого саженца прижились Потому что нас учили Не только чертить, раскрашивать, так сказать, капители там делать Планы расчерчивать Нас учили философии Нас учили понимания Нас учили добру Недоброй архитектуры не может быть в принципе Вся архитектура делается для человека Болотная площадка Где-то в районе гостиницы и дома быта Вообще, надо сказать, что весь новый центр Новокузнецка И администрация в том числе стоит на насыпи Где-то наш до пяти метров Новый город для новых людей строили масштабно, не скупясь Думали о тех, кто будет жить здесь после О нас Может, поэтому и не готовы были променять мечту ни на какие столицы Я посомневался, посомневался и остался Но не жалею Не жалею Правда, я яхту на Черном море не имею И на последнюю зарплату Тоже не приобрел ни одной яхты Вот Но работа, которая здесь оказалась Она оказалась Как бы плодотворной Нужной Нужной Было правильное слово Нужной Мне не стыдно за то, что я прожил Я что-то построил Ну нет таких шедевров, понимаете Ну, чтобы ЮНЕСКО там взяла на карандаш Ну, не важно Город есть Прекрасный храм, как в кривом зеркале Отражается в современном торговом центре К новоделу наш герой относится скептически Место легендарное И уже со своей старо-новой историей В угоду современным требованиям Получается, сначала церковь, та самая, Дегидриевская Потом трамвайное кольцо Теперь вот торговый центр Здесь наш герой хочет исправить несправедливость случившегося И поставить памятник Достоевскому и Марии Федоровне А вот на другой стороне улицы Еще одна задумка Памятный камень Первой стройки Российской империи на этой земле Самое главное, что не просто Кузнецк начинался Не просто острог Это Кузнецкий край начинался отсюда И поэтому на этом камне можно было обозначить Что Кузнецкий край пошел не из Кемерово А вот отсюда С Кузнецка И здесь Кузнецкий край начался Цена вопроса по современным меркам невелика Около 100 тысяч Зато какой подарок городу к 400-летию Ведь рано или поздно придет время и современным городостроителям Собирать плоды своих трудов А какие они будут Согревающие теплыми воспоминаниями Или торгово-просторные Покажет время Екатерина Юрганова и Станислав Сизинцев Новости 10 канала Новости 10 канала Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok